измена как проверка крепости отношений насколько отношения крепкие насколько это крепкий союз измена когда случилось первые мысли в голове женщин обычно такие ну самая первая мысль у нас это у женщин есть травма отвержения и самая первая мысль будет выбрали другую они меня меня отвергли вторая мысль чаще всего которая приходит в голову женщине это наш союз оказался не крепким мы не крепко привязаны друг другу мы не две половинки моя половинка отлетела куда-то ушла к другому человеку я осталась какой-то неполноценный а мне нужно крепко скрепиться с человеком прирасти к нему корнями почему потому что жить я без него не могу крепкий союз или не крепкий крепость вот это слово это вот это ошибочная мысль о том что есть какие-то половинки к сожалению люди проживают многие так жизнь но это болезненные отношения это есть термин такой в психологии созависимость когда человек не чувствует себя цельной полноценной отдельной личностью которая вступает в отношения чтобы получать что-то из этих отношений и давать равноценно это равноценный такой энергообмен как на рынке мы покупаем какой-то продукт и платим за него какое-то количество денег обмен совершился и он равноценный раз мы вошли в этот контакт то есть нам цена нас устроила и того кто продает устроила то количество денег которое он назначил как цена продукта так и в отношениях когда люди здоровом состоянии вступают в отношения они входят в договорные по сути отношения там должно быть понятно что от вас ожидают партнеры на что вы согласны и готовы ему давать и что ожидаете вы от него получать крепость отношения крепкий то есть почему вот это слово крепость здесь больное болезненное нездоровая сигнал признак того что психолог посмотри сюда там что-то болит у человека на самом деле за этим когда вы идете на рынок покупать продукт какой-то и платить за него деньги у вас не возникает вопроса о том а крепкий ли наш контракт крепко ли мы сплелись это разовая покупка допустим вы подписываетесь на какую-то рассылку платную или подписываетесь что-то покупать регулярно ну потому что отношения тоже не разовый допустим факт это к примеру семья которые постоянно живут вместе и вот проведем такую аналогию метафорическую вы на рынке что-то покупаете допустим с какой-то бабушкой которая продает натуральные яйца фермерские свои там деревенские договаривайтесь что я буду тебя приходить и каждую субботу покупать эти яйца и платить тебе деньги пожалуйста не продавая к никому другому вы вступаете в договор в равноценный обмен у вас есть какие-то обязательства но вот однажды эта бабушка понимает что она больше не хочет торговать яйцами может быть у нее все кур сдохли и она не хочет заводить новых или ей просто стало это неинтересно она решила переключиться на свиней продавать свинину мясо потому что это и показалось более выгодным согласитесь что у вас не возникнет трагедии паники обиды по идее не должно возникнуть если вы проживаете жизнь из вашей здоровой взрослой части они как взрослый ребенок который обижается у вас не возникнет негативных чувств на эту бедную бабушку которая хочет яйца эти выращивает доделает их продает вам создает условия для того чтобы вы покупали не хочет она прекращает ваши договорные отношения и выходит или начинает где-то нарушать эту договоренность и продолжать давать и вам вашу партию и где-то еще может быть рискует и продает их налево как-то и вы об этом не знаете и потом вы узнаете и вот если вы не начинаете с бабушкой тоже ошибочно проживать эти отношения не как договорные а как-то что-то там личное начинается находить то могут быть тоже обиды недоговоренности какие-то негативные чувства может тоже возникнуть момент мысли а крепкие ли у нас не отношения что на меня обманывают измена показатель того что крепости отношений как понятия не существует это ложное понятие которые люди вводят свою жизнь из-за этого они испытывают все эти негативные эмоции когда измена случается чувства накатывают становится больно обидно потому что была иллюзия что отношения могут быть крепкими я же предлагаю вам заменить понятие крепости отношений на понятие сейчас я попробую сформулировать это может быть вы придумаете этому какое-то лучшее название крепости отношений не существует это миф меняем на выгодность этих отношений дальше а получаю ли я сегодня в этих отношениях все то зачем я в них вступаю ведь вступать в отношения и каждый день каждую секунду продолжать их это всего лишь осознанный выбор человека мы все не рабы рабовладельческий строй закончился уже очень очень давно и любой имеет право выйти из отношений когда захочет и имеет право выйти из отношений так как он захочет вы можете соглашаться с этим не соглашаться вы можете тоже выйти из отношений если вас не устраивает что вам их тихаря изменяет но будем честными большинство женщин боятся использовать это свое право отказываются от него не хотят терпят мучаются но обижаются чего не нравится уходите не хотите уходить давайте разбираться то есть к этому нужно относиться по-взрослому